Олло, амигус! Всем хорошее настроение и приятного просмотра, и с вами GameKS. Хотел не делать, конечно, этот обзор и вообще пропустить, но мне кажется, надо всё равно сказать своё мнение. Сейчас многие меня будут заплёвывать, наверное, и будут многие со мной не согласны, но... Реальность такова. Мы потом с подписчиками обговаривали эту игру в середине и в конце, но у меня не поселились таких нейромыслей, как у них, и чувствую. Ну и сейчас будем по порядку. Короче, Мор Патология 2. Первую не играл. Но многие говорят, что в принципе это просто перезапуск, не знаю, зачем они её второй назвали, а не просто ремастер, короче. Персонажей стало меньше, но суть, наверное, не изменилась. Сразу скажу плюсы. Плюсы... Выживалка. Выживалка хорошая. У меня были большие проблемы. Почему? Поставил очень большую сложность. Не знаю, что делать. Сразу не въехал. Очень хотел кушать мой персонаж. И пошло-поехало. У меня всё время был недостаток. Я не мог это никак перебороть и догнать. Да, пишем, как всегда, с одного дубля. Да, будьте внимательны. И оно всё поехало и пошло. Я всё время опаздывал, всё время у меня не хватало. Даже если знаешь, что вот люди вот эти вот продают, запомнил уже где что, но их или там нету, или они опять же не продают то, что тебе нужно. Не знаю, как это получается. Мне или просто сразу не повезло, или это. Так что, если вы играете первый раз, желательно на среднем, а может и на маленьком. Конечно, если вы супер-пупер по выживалкам, можете, конечно, сразу на сильном. Но я же говорю, в большинстве я не советую это. Потому что, ну блин, я не знаю, мне, наверное, не связало. У меня как-то с самого начала, с самого первого стрима как-то не пошло. Как-то он голодный был. И всё, я потом догнать нормально толком не мог. Потому что даже если потом тебе дают еду, там дальше... Блин, а как же сделать так, чтобы половину игры не заспойлерить? Поэтому, внимание, наверное, будет очень много спойлеров. Потому что потом всё-таки, в принципе, это не спойлер. Потому что называется морд, дальше будет заражение, там дальше... Всё это будет мешать, потом тебе нельзя будет нормальная еда купить, ты будешь её только получать. И, ну блин, это всё накладывается, накладывается. Я думаю, при втором прохождении намного было бы легче, потому что ты бы уже знал бы и изначально был к этому подготовлен. Так что вот такие вот дела. Будьте внимательны, если будете проходить после моего обзора. Так, не делайте моих ошибок, вот, скажем так. Хотел как-то более умно сделать, но вот проблемка в том, что как бы не заспойлерить нечего. И вот следующее моё. Я понял, где я нахожусь, примерно, по крайней мере. Но вот как бы не заспойлерить, зачем я там? Так и не раскрылось даже до конца игры. Вот это меня смущает. Куча было странных... Куча странных диалогов, которые мне, в принципе, сказали, я потом в конце пойму, но я нифига не понял. Разработчики не вложили во мне никакую идею, в конце даже никак не развеяли. Или опровергнули, или подтолкнули меня к размышлениям. Да, мои подписчики мне многое писали, говорили, но сам к этим мыслям я как-то не пришёл и не дошёл. Потому что какая-то или недосказанность, или что-то вот... Нечем зацепить. Они вроде все странно так разговаривают, и вроде кажется, ну вот, значит в конце. Мне это всё объяснится. Но в итоге нифига. Такой вот, блин, нету ощущения завершённости игры. Это большой минус. Так что как выживалка, я думаю, очень классно сделана. На 9, а может и на 10. Диалоги странноватые. Сюжет задолго неплохая, но как-то не доделан. Поэтому я бы поставил сюжету всем, наверное. Диалогом 3. Я не знаю, не, блин, если бы это как-то всё-таки вывело в итоге бы на что-то бы. Как я, в принципе, думал, что ну вот. Я бы поставил больше. Но в итоге куча бессмысленных... Я не знаю, не, ну многие, может, смысл и нашли там. Как я уже сказал, многие... О чём-то задумались, ну, мне лично ни на что они не намекнули. Никуда они не привели. И я не понял игру. Я просто... Да. Запинка. Как уже сказал, я... Ни к чему меня не вывело это. Не о чём размышлять просто. Просто это по фактам. Но, типа, есть. Для меня это было так. Потому что их даже странные разговоры, они... Я понимаю, если бы какой-то, да, конкретный персонаж, там... Вот вот эта вот, там, девочка, скажем. Да, допустим, она, там, разговаривала странно. Ну, или какие-нибудь другие. В итоге бы хотелось какой-то общий знаменатель. А поскольку все как-то, как сумасшедшие, там, что-то рассказывали, и в итоге ни к чему это не пришло, для меня это большой минус. И концовка такая же самая. То есть догадайся сам. Каждый представит себе в мере своей фантазии. А мы оцениваем конкретную игру. То есть, или разработчик специально так сделал, чтобы ты сам думал и додумал, что хочешь. Или это просто не доделано. Мне больше ощущений, как будто они не доделали просто. Не хватает какой-то конкретики. Я понимаю, что есть фантомные, так скажем, задумки какие-нибудь. Бывает в играх. Но какой-то должен общий лор быть, что ли. Как-то так скажем, чтобы ты как бы не летал в мыслях в любой конкретике, скажем так, я не знаю, космос и динозавры. А в конкретном лабиринте было вот этих познаний и задумок. Ты вот здесь. Я стараюсь максимально не заспойлерить, но это очень сложно, тем более с одного дугля. И ты если в этой кучке размышляешь, да, тогда можно к какому-то общему знаменателю дойти. А так, не знаю. Так не выходит что-то. Поэтому, ну, ничего я лучше больше сказать не смогу и не заспойлерив. Так что, играть вам или не играть, решать вам. Я единственное советую, я же говорю, кто любит хорошие выживалки, вам играть. У меня, кстати, глючил, поэтому, я не знаю, вас будет нормально тянуть, не будет. Смотрите сами на характеристики и тому подобное. А время у нас уже даже много пошло. С вами был GameKS. Не знаю, если полезно, но ничего не сказал. Не сказал. Это были мои ощущения и максимум без спойлеров. И это было сложно. Увидимся в следующей игре.